А вообще патриотизм надо делать. Я рад, что мы с фондом, без денег и без бюджета, мы все-таки сделали этот проект, эту выставку, потому что это патриотизм. Я не готовился, естественно, к этому открытию. Я хотел заглянуть в интернет, посмотреть, что же все-таки какую-то фактуру о великих делах русских предпринимателей и купцов, которые на самом деле культуру, науку, искусство, медицину, вы понимаете, в России, это было потрясающе, да, церковь, сколько церкви помогали русские купцы и предприниматели. И вот сразу же мы когда говорили с устроителями выставки, что вот она очень важна для, а, для молодых, которые ни черта не знают и не просто не знают о том, что было вот такое вот, так называемой царской России, которую до сих пор пытается кто-то осуждать, что вот было такое, когда русские предприниматели и купцы, в общем-то, содержали, можно сказать, какие-то, ну, культуру-то во многом, да, медицину, там, приюты и так далее. И самое-то главное, на задание нашим нынешним олигархам, вот этим полуворам, полукупцам, так сказать, которые живут в свое удовольствие, да, и ничего не делают для того, чтобы помочь культуре. А в этот год, между прочим, год культуры. И вот я вам скажу, на примере собственного, на собственном опыте, когда обращаешься, скажем, у нас прекрасный архив по Великой Отечественной войне, обращаешься, чтобы сделать, помогите сделать выставку, надо материалы цифровать. Вот это лежит в этих негативах, там, каких-то оригинальных фотографиях авторских. Это надо оцифровывать, надо приводить в порядок, для этого нужны деньги. И вот какой-нибудь козел, не козел, молодой, богатый, он говорит, ну хорошо, ну что, ну война была, что он даже не знает, может быть, он знает, что она была, а что это была за война, он не знает вообще, вообще ничего не знает. Поэтому эта выставка в назидание вот этим, я почему сказал козел, потому что будущий год, год овцы и козла, поэтому я оговорился не потому, что хотел оскорбить этот срез нашего вот этого торгашеского предпринимательства нынешнего, а вот просто вылетел, связав с будущим годом. И если уж так, знаете, экспромтом, вспомним Афанасия Никитина, который дотопал до Индийского океана, до Индии. Наши купцы были везде, там, упикули, помню, по-моему, богатство об освоении Камчатки. Наши ребята были в Калифорнии, торговали на Аляске и так далее, да везде было русское купечество было. И причем, ведь это известно из литературы, ведь если русский купец сказал, он никогда не откажется от своих слов, он сделает то, что он сказал. Вот это было великое поколение, и вот эта выставка посвящена именно этому. И, как я уже сказал, молодняк, олигархат, средние, вот эти вот, богатенькие вот эти вот, да, чтобы они, может, пробьет каким-то образом, что нужно делиться с людьми, с народом, помогать. Вот, собственно, на этом я свою сумбурную, так сказать, если можно назвать речь, вот это вступительное слово завершил, и передаю на самом-то деле в разные правления исполнительному директору славянского фонда письменности и культуры, редкому Леониду Юрьевичу. Пожалуйста, прошу вас командовать. Друзья, спасибо, что пришли. Сегодня действительно интересная выставка, и история у нее интересная, потому что эту выставку начал собирать человек, выставка, о котором располагается на втором этаже, Вячеслав Михайлович Клыков, великий русский скульптор, народный художник. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. Здесь присутствуют люди в стенах, которые были тоже инициаторами продолжения этой выставки. Это вот и Воронин Валерий Юрьевич, и представители городского поселения Апрелевка, депутат Селёль Миколаевна. В общем-то, она первая практически принимала эту выставку после многолетнего затишья. Я хотел бы сказать, что не было бы этой выставки, если бы не было у вас, уважаемые потомки знатных родов, которые, будучи сейчас такими же, как и мы, помогают посильно в организации и финансово, и организационно, и просто своим желаниям. Я очень благодарен всем, кто участвовал в организации этой выставки. Я повторю ещё раз слова организатора трёхгорной мануфактуры Прохорова. Я всегда их говорю. Прохоров говорил, богатейте в Бога. А Третьякову говорили, что богатство дано для того, чтобы его накапливать и распределять среди народа. Я думаю, что вот эту мысль должны как-то впитать в себя сегодняшние предприниматели. Но те качества, о которых говорил Валерий Иванович, значит, когда купец давал честное слово, или когда, так сказать, его ничто не могло остановить, они не могли бы проявляться, если бы люди не были бы верующими. Каждый купец, представленный здесь на выставке, был верующим человеком. У них были многодетные семьи. Они практически все были выходцы из крестьян. То есть привычка к труду, как у Некрасова была, вот эта благородная привычка к труду, эта вера в Бога, она и помогала русскому предпринимательству представлять собой такой вот костяк общества, быть верным своему слову, пред Богом, пред людьми, перед народом. И хотелось бы пожелать всем, чтобы свет вот этого служения, которое держал высоко Вячеслав Михайлович Клыков в своих работах, всей своей жизнью, и предприниматели, представленные здесь на стендах, он был бы ясен и понятен, и вел бы всю нашу страну и дальше вперед, потому что на самом деле у России, мне кажется, огромное будущее. Просто нам всем надо вспомнить свое прошлое, взять самое лучшее, научиться, научить наших детей. Спасибо всем, что пришли. Спасибо. Позвольте потихонечку все-таки попросить представителей родов выйти сюда, чтобы посмотрели на них. Пожалуйста, коншим, коншим. Это месяц. Да.